Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла, а также веб-зрители. Этот видеообзор посвящен деревне Аксаковка Кормиловского муниципального района Омской области. Приятного вам просмотра! Здравствуйте! Сегодня мы делаем видеообзор в деревне Аксаковка Кормиловского муниципального района Омской области. И берем интервью, представьтесь, пожалуйста. Круглов Александр Анатольевич. Александр Анатольевич, а как давно вы в деревне живете? Да, почти 20 лет. 20 лет? А деревня когда основана? Не надо, мы местные, мы городские, мы здесь ничего не знаем. Когда основана деревня, не подскажите. Ну не надо, ты же здесь не местный, вон местный, мы не местные. А скажите, а здесь колхоз или совхоз раньше был? Не знаю. А как назывался совхоз? Ну так же назывался. Аксаковский или там имени Ленина? Мужчина, вы поймите нас правильно, мы городские, мы здесь маленькие. Ну а что, мы городские, вы объяснили. А сколько человек в деревне проживает? Без понятия. Даже не знаете, да? Не знаю. Сколько? Мы говорили. Сколько человек. А здесь магазин есть или что-то администрация? Рядом магазин, в Немировке. А, в Немировке? Здесь магазина нету, да? Пока нет. Что это? Спасибо вам большое за интернет. Не надо нам интервью, возьмите и уходите. Мы здесь не местный. Прослушайте произведение Анны Саксе. Сказки о цветах. Подснежник. Когда у богини Снега родилась девочка, она долго думала, как назвать дочку. Думала-думала и назвала Снежинка. Снежинка, беленькая девочка с белыми волосами, лежала в белой кроватке под белыми облачными простынями. Когда Снежинка подросла, к ней, как водится, стали ходить женихи. Пришел месяц, но Снежинке он не понравился. Лысый забулдыга, ночами не спит. Все по небесным кабакам шатается. А днем заберется под облако и дрыхнет. Пришел луч солнца, но Снежинка отказала ему. Он так горячо клялся в любви, что было трудно ему поверить. Разгневался бог с снега и сурово сказал дочке, «Если не можешь сама выбрать мужа, так я это сделаю за тебя». И он послал весть ветру повелителю небесной синевы, у которого было четверо холостых сыновей. Примчался ветер на расписных санях. Как бы венцы звенели ледяные сосульки, примершие куздечком резвых жеребцов. Снежинку сосватали старшему сыну ветра с северному ветру. Счастливая богиня снега собирала дочери приданное, набивала перины и подушки мягким снежным пухом, подрубала белые облачные простыни, низла на нитки сверкающие ледяные бусы. Как принцесса выглядела снежинка, когда съехались свадебные гости? Довольные родственники желали счастья. Нахваливали молодых, какая красивая, ладная пара. Только у снежинки сердце не радовалось, когда северный ветер под застольные возгласы горько-горько касался холодными губами ее уст. «Я не могу любить его», – прошептался вдохом снежинка, но так тихо, что кроме матери никто ее не услышал. «Не быть моей дочке счастливой», – материнское сердце дрогнуло от страшного предчувствия. Когда пир был в разгаре, жених крикнул своему брату южному ветру, чтобы тот сыграл танец. Южный ветер уселся на край облака, достал из-за пазухи дудку и заиграл. Полилась снежная мелодия, и снежинка опустилась в пляс. Она вертелась и кружилась, пристукивая звонкими каблучками серебряных туфелек. Озорной деверь, восточный ветер, хлопал в ладоши и посмеялся. Только западный ветер, пригорюнивший, все мрачнел и мрачнел, пока не заплакал, припав головой к отцовскому плечу. «Сын мой, в такой праздник ты плачешь?» – удивился отец. «Почему ты высватал снежинку брату, а не мне? Почему у меня не будет такой пригожей жены?» – захныкал западный ветер. Теперь южный ветер поднял свои голубые глаза на снежинку, и они встретились сияющим взором невесты. Еще нежнее зазвучала дудка, она пела только до одной снежинки, а снежинка плясала только до южного ветра. Что же будет, если заметить злой и ревнивый северный ветер? Богиня снега в отчаянии ломала под столом пальцы. «Дочка, дочка, укороти свое сердце!» – умоляла шепотом богиня снега, когда снежинка кружилась возле нее. Но как укоротить сердце, в котором пробудилась любовь? Разве могла снежинка сделать то, что не способны даже люди, ни молодые, ни старые, ни глупые, ни улыбки? Может быть, северный ветер, улегший с беседой с богом снега, ничего и не приметил бы, если бы с недаемой завистью западный ветер мигнул его в бок со злой насмешкой. «От пылких взоров нашего братца твоя снежинка скоро растает!» Услышав это, северный ветер вскипел от ярости, стукнул кулаком по столу и крикнул южному. «Спрячь свою дудку, не то я сломаю ее!» Музыка пуглива, как птица. Дудка замолкла, и снежинка растерянно заглянула голубые глаза южного ветра, словно убеждаясь, в самом ли дереве любовь ее была такой мгновенной. Снежинка помнилась лишь тогда, когда северный ветер вскочил на ноги и взревел. «Не забывай, снежинка, что ты моя, а ты, брат, не забывай, что она не твоя, а теперь, снежинка, ты запляшешь под мою дудку». Северный ветер засунул пальцы в рот и так пронзительно свистнул, что у всех мурашки по спине побежали. «Пляши, пляши!» приказал он снежинке. Как зачарованная стояла она перед простирающей к ней руки южным ветром. Она пыталась повернуться, но ноги ее превратились в ледяные сосудки и не повиновались. «Пляши, пляши для меня!» Северный ветер взрывел так яростно, что зашатались своды снежного дома, но снежинка и не шелохнулась. «А-а-а, у-у-у!» Северный ветер выхватил из-за пояса бич, замахнул им. «Ну, брат мой, южный ветер, теперь я не пожалею твоих розовых и явлоневых садов. Этой же ночью загублю их своим дыханием. Завтра будешь качаться на высохших ветвях и лить горючие слезы». Любовь, должно быть, вернее всего, подсказывает, как спасти то, что любимому жизни дороже. Не успел северный ветер набрать в грудь воздух, как снежинка, увидев помрачневшее лицо южного, быстро вспорола свои перины и мгновенно сады ли южного ветра застлались с белым снежным покровом. И не страшно уже было розам и яблоням ледяное дыхание ветра. Обезумевший северный ветер попытался отомстить снежинке. Он замахнулся на нее бичом, но снежинка ловко увернулась от удара. Тогда северный ветер бросил бич и кинулся на снежинку. «Свадьба кончилась!» – вопил он. «Я отвезу тебя домой и упрячу в самое темное подземелье. Пускай тебя там загрызут крысы и мыши, непокорная жена!» Видимо, любовь подсказала южному ветру, как спасти ту, что стало его сердцу всего дороже. Прижав снежинку к груди, он полетел с ней к своим садам. Северный ветер взвыл, как подраненный волк, и, схватив бич, погнался за ними. От взмаха бича в темном небе мелькали красные полосы. От рева содрогался воздух. Но куда южному ветру укрыть снежинку от гнева северного? Он уложил ее под розовый куст и просил подождать, пока не одолеет трудной схватки брата. «Поцелуй меня сначала, мой милый, мой единственный, и я буду ждать тебя хоть всю жизнь!» Южный ветер целовал снежинку нежно и долго, пока возлюбленная не растаяла в его объятиях, не ушла каплей росы в землю и не растворилась в ней. «Где она? Куда девалась?» скинулся северный ветер на брата. «Я только что видел, как ты целовал ее!» «Ах, брат мой, не из-за чего нам больше враждовать!» скорбно ответил южный ветер. «Вот где она лежит теперь, как капля росы, как слеза, растворившаяся в земле!» «Я не верю ей и не верю тебе!» ответил северный ветер с крыжища зубами. «Чтобы она никогда не встала, я придавлю ее ледяной плитой!» Время от времени южный ветер обходил свои розовые яблоневые сады. В конце зимы или ранней весной снежинка, чувствуя его приближение дыханием, растапливает ледяную корку и, высунув головку, заглядывает в голубые глаза возлюбленного. А люди, завидев маленький беленький цветок, почему-то радуются и рассказывают друг другу, как о большом событии. «Ты знаешь, в саду уже рассвел подснежник!» Форстариана Доводилось ли вам когда-нибудь слышать, как разговаривают цветы? Мне, признаться, не доводилось. Пока в одно раннее весеннее утро случайно послушал я разговор подснежника с узбекским диким тюлпаном, «Форстарианы!» Говорила главным образом форстариана, а подснежник только внимательно слушал, лишь изредка перебивая собеседницу вопросами. Но лучше расскажу вам все по порядку. Луковицы форстарианы мне подарила приятельница, которая сама выкопала их на каменистых склонах Зеровшанских гор. Осенью я посадила их в саду под стеной дома рядом с подснежником. Весной снег стаял уже в марте, и наступила необычно теплая погода. Снег стаял, но наледь оставшейся с той поры, когда оттепель сменялась заморозками, пренебрегала ласковыми улыбками солнца. И все же подснежники и ранние форстарианы пробились сквозь ледяной покров и радостно приветствовали весну. В одну апрельскую ночь я очень поздно сидела за работой, которую непременно хотела закончить. Когда я поставила последнюю точку, отворив окно, уселась в кресло отдохнуть, подышать свежим воздухом, на краю неба уже разовела утренняя звезда. Заря. Вдруг я услышал тонкий звон, такой чистый и приятный, словно где-то чокнулись с хрустальными рюмками. «Доброе утро!» – тихо прозвенел колокольчик подснежника. И только чуть погодя, более глухой голос ответил «Салям алейкум!» «Ты, наверное, чужая на шамсаду?» – спросил тонкий голосок. «Я цвету здесь впервые!» – ответили ему. «Будем знакомы, я подснежник». «А я форстариана. Откуда ты попала сюда?» «Из далекого-далекого края. Называется он Узбекистаном». «Стало быть, ты в самом деле издалека прозвенел подснежник, словно знал, где и как далеко находится Узбекистан. «По обычаям нашего сада, ты должна рассказать мне историю своей жизни». «История моей жизни очень печальна», – вздохнула форстариана. «Мы передаем ее из поколения в поколение, чтобы никто из нас не забывал, какие муки перенесла девочка форстариана, чью память вечным огнем горят наши цветы». «Ну, расскажи, я весь внимание», – с нетерпением воскликнул подснежник. «Так слушай. Тысячу лет тому назад в одной из ложбин Зеровшанских гор жил Чебан Сабирджан. Жил он в беспросветной нищете, ибо овцы, которых он пас, принадлежали не ему, а богачу Хамиду. Сабирджан владел лишь двумя сильными руками, самодельной дудкой и семью черноолкими дочерьми. Младшую из них назвали необычным именем – форстариана. Сабирджан любил своих дочерей, но не раз им приходилось слышать его вздохи. «Эх, были бы у меня сыновья!» «Почему он предпочел бы иметь сыновей?» – спросил пацаны. «Потому что сын для отца точно крылья, а дочери?» «Дочери выходят замуж, покидают отца, и на сердце у него становится одиноко и грустно». Однажды самая младшая и самая красивая дочь Чабана, десятилетняя форстариана, принесла ему обед. Чтобы развлечь усталого отца, она пела песни, которые сама сложила и танцевала плавно и грациозно. Щеки форстарианы порозовели, а черные глаза загорелись, как звезды. Ни одна принцесса не могла бы соперничать с ней. В этот час злой рок послал в горы богача Хамида, который на статном коне объезжал свои бесчисленные стада. Заведив плящущую форстариану, он становил коня и, спрятавшись за кустом, наблюдал за гибкими движениями прелестной девочки. Кончив танцевать, форстариана сказал отцу, «Отец мой, я хотел бы всю жизнь петь и танцевать людям на радость». «О, дитя мое», – покачал головой отец, «ты бедная девочка, где тебе взять шелковое одеяние и прозрачные покровы танцовщицы?» Хамид подстерк девочку, когда она с обеденной посудой возвращалась домой, схватил и увез себе во дворец. Он запер форстариану в покое, где сотня таких же красивых девочек ткала ковры. От восхода до заката форстариану томилась пыли и полумраки, карпян от постыла измурительной работы. Девочка никогда не видела солнца, не слышала пения птиц. Она жила, как в темнице, за толстыми каменными стенами. Окна были закрыты ставнами. Мрачное, безнадежное миновало лето, пришли и осень ушли, и зима. Но к весне форстариану охватила такая тоска по горам, по бурлящим ручьям и песням птиц, что она решила – либо умрет, либо вырвется на волю. Однажды девочка подошла к окну и сквозь маленькую щелку глянула вниз. Она увидела, что под окном рассыпаны осколки стекла, чтобы пленницы, если бы удалось открыть окно и бежать, изрезали себе ноги. В это время на подоконник села птица, белый голубь, старшей сестры форстарианы – форизады. Как сообщить о себе домой сестре, писать форстариана не умела. Да и никто не умел дома читать. Девочка быстро отрезала свою черную косу, оторвала несколько ниток дорогой пряжи, из которой ткала ковры, и через щелку передала это верному голубь. Птица кивнула и улетела. Форизада, получив есть от младшей сестры, долго ломала себе голову над тем, как вызвали сестру. Наконец она решила пойти к старой Турсунове. Старуха одиноко жила в своей лачуге, собирала травы и коренья, которым лечила больных. Поговаривали, что Турсунове умеет ворожить, но если и умела, то была доброй ворожей. Турсунове выслушал Форизаду, глянула на место и промолвила, свобода даром не дается, за нее надо платить кровью. Кровью Форстерианы, испуганного сыгранного Форизада? Да, кровью Форстерианы, твоей и всех ваших семейных сестер. И не только, но и кровью всех ваших подружек, таких же бедных детей. Так слушай, что я тебе скажу. Через две ночи на третью, когда месяц зайдет и только после полуночи, хамик будет отдавать во дворце большой пир. Как обычно, первыми опьянеют стражи. Хоть на утро и поплатятся за это головой. В эту ночь до восхода месяца вы, сестры и подружки Форстерианы, пойдете ко дворцу. А голубь покажет вам окно покоя, где живет девочка. Босиком подкрадетесь к окну и откройте его. Говорю, босиком, вы должны поранить стеклам ноги. Сейчас скажу, почему. Хамик вскоре узнает, что его рабы не бежали, кинется за ними в погону. По немногим кровавым следам ему легко узнать, куда побежали его рабы. Но если следов будет много, он растеряется и замечется на своем коне по каменистому склону. А тем временем вы вскарабкайтесь на кручу, на которую не взобраться его коню. Форезада сделала все, как ее научила Турсунуля. Охмелевшие стражи не заметили подкравшихся девочек, изрезав стеклом ноги. Девочки распахнули окно и тихо позвали Форстериану. Та выпрыгнула в окно и больно поранив ноги, даже не вскрикнула. Ее подружки по несчастью последовали за ней, также отважно терпя страшную боль. Девочки в рассыпную бросились к склону, трудно было им бежать, болели ноги. Но беклянки не проронили ни стона, боясь выдать себя и потерять свободу, добытую такой дорогой ценой. Продолжение следует. Спасибо всем тем, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны, очерки неугомонного Павла, призываем подписаться родных и близких. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok